Всем привет! Простусь я сегодня с мыслью, а не приготовить ли мне греческий салат? Если в этом стану солидарное, давайте готовить вместе. Для начала порежем овощи. Порежем их крупно, я бы сказал четвертую. Начнем с огурца. Разрезаем вдоль. Еще разочек. А, да, кстати, самое главное. Ну, может не самое главное, но все-таки. Отрезаем попки. Нам горечь в салате ни к чему, поэтому попки отрезали. Поделили огурец на 4 части и теперь крупными такими дольками нарезаем. Ну, как-то так. Есть салаты, где есть смысл готовить мелко, ну, нарезать мелко. Ну, в данном случае лучше крупно, потому что при мелкой нарезке будет куча сока, который нам совершенно ни к чему. Нам нужно, чтобы весь сок остался внутри овощей. Так, горечь у нас готов. Переходим к следующему. Давайте возьмемся за перчик. Вот так ставим и сверху отрезаем, чтобы не заморачиваться с семенами. Просто вот так режем на несколько частей. То, что осталось нам ни к чему, убираем. Ну, для греческого салата это немножко крупновато, поэтому мы еще пополам разрежем. И потом такими вот кусочками. Ну, в общем, где-то на 4 части мы их делим, эти дольки. Сполам. И на 4 части. Ну, можно на 3. Синклинический салат известен как раз своими такими крупными кусками овощей. Переходим к помидорам. Ну, здесь у меня нарезка традиционная. Пополам кладем и спокойно режем на 8 частей. Так. Кому не нравятся попки, может вырезать. Я, в принципе, всегда оставляю. Ну, сейчас, ладно, уговорили. Уговорили. Сейчас. Для видео можно и вырезать. Берем, вырезаем. Чтоб приятнее было есть. Чтоб не было жестких фрагментов. Так. Теперь дальше нарезаем это дело. Снова собираем. Целую помидорину. И на 8 частей. Вот, красота. Свежие витаминки. Греческий салат хорош тем, что он многокомпонентный. Здесь очень много всего входит. Поэтому вкус получается более насыщенный. Более приятный. Но, правда, придется немножко заморочить с приготовлением. Что мы сейчас и делаем. Я не повар, поэтому не ждите чего-то выдающегося, какой-то оригинальной нарезки. Я готовлю так, как большинство россиян. Только нарезаем. В принципе, как придется. Чтобы это можно было быстро приготовить, быстро съесть. По возможности, конечно. Так. Это у нас последняя помидорка. Отлично. Давайте перемешаем. Потому что здесь так уже ингредиентов много. Если добавить еще, то мешать будет сложнее. Поэтому мы перемешаем сейчас. Потом добавим оставшиеся ингредиенты. И снова перерешаем. Теперь нужно порезать лук. Вот такая здоровая луковица. Всю мы использовать не будем, потому что это перебор. Есть будет не очень приятно. Поэтому используем только часть. Давайте ее разделим пополам. В принципе, нам нужны такие крупные полукольца. Можно кольцами. Мне больше нравится, когда полукольца. Поэтому можно вот так, наверное, отрезать. А вот это уже смело полукольцами отрезаем. Тоненько. Лук у нас будет в необработанном виде. Так и есть. Поэтому тоненькие колечки. Хочу правнамерность поделить. Блин, ну то всех почему-то слюни текут. У меня почему-то слюни. То ли голодные, то ли чего. Реально текут слюни. Да, кстати, лук лучше брать красный. Потому что у него вкус такой. Более салатный, что ли. Я не знаю, как сказать. Более насыщенный. Ну, если у вас нет красного, вполне подойдет белый. Да хоть фиолетовый. Любой лук здесь будет к месту. Так. Нужно снова перемешать. Вот эти вот колечки. Так вот. Равномерненько распределились. Равномерненько мы их разбиваем на фрагменты. Вот так вот. Чтобы можно было их перемешать. Отлично. Перемешиваем. Какая-то часть может помнется. Так нам даже будет лучше. То есть это будет выглядеть прям все идеально. Это уже, я не знаю, это уже салат. В салате все должно быть хротично. Там будет смотреться натурально и красиво. Так. Вот на этом мы как остановимся. Добавим оставшиеся. Нам нужны... А, давайте посолим. Кстати, у нас осталось положить, в принципе, только маслины. Они и так не требуют соли. Поэтому давайте посолим. Мамадская соль. Можете брать абсолютно любую. Хоть с другими со специями. Хоть обычную. Не принципиально. Перемешиваем. Да, я вот это, кстати, готов на одного. Ну вот, судя по тому, что получается, это на целую араву. Ну или на несколько раз на одного человека. Еще посолим. Так. Соли побольше можно. Ну, конечно, нужно учитывать, что тут в итоге еще будут соленые сыры. С кусками. Поэтому не перебарщивайте солью. Так. Ну, вот что-то у нас уже получается похожее такое, да? На салат. Уж не знаю, на греческий какой. Но на салат похоже точно. Теперь берем маслины. Свежие. Прямо из банки. Открываю реваз. Можно сказать, прямо из дерева. Так. И плюхнем туда маслишек. Честно говоря, не знаю даже сколько. Я думаю, что по своему вкусу нужно судить. По банке где-то, наверное, на такую байду будет достаточно. Сейчас перемешаем, потом посмотрим, может, что добавить. Да. Давайте плюхнем еще. Ох, ребята, у меня, можно сказать, вся банка ушла. Ну, с другой стороны, маслины лишними точно не будут. Я лично их прямо так люблю есть. И без салат, поэтому вставать они будут уместны. Переменьшаем. Ну, у нас, в принципе, не хватает только масла. Я беру подсолнечное. Если вы хотите, чтобы реально греческий получился, то, конечно, нужно добавлять оливковое. Масло тоже сильно влияет на вкус, поэтому салат с оливковым маслом и с подсолнечным, он, конечно, будет отличаться. И тот, и тот будет вкусен, но вкус будет немного разным. И снова перемешиваем. Главное здесь, конечно, не перебарщивать с луком и не перебарщивать с солью, потому что можно испортить. А вот остальные ингредиенты по количеству, ну, не особо принципиально. То есть, если где-то чего-то больше, чего-то меньше, ну, уже роли абсолютно не будут играть. Так. Вот еще плеснем в маслице. Со смазочкой-то оно лучше заходит. У нас салат практически готов. Сейчас мы зальемся немножко серегировкой, потому что вот листья салата, которые используются в греческом салате, они больше нужны для красоты. Вот они у нас. Значит, берем и вот так вот выкладываем по тарелочке. Равномерно. Можно дать, чтобы выступал из-за края. Так выглядит более эротично. Так. Хорошо. Слушайте, вот уже красиво получается. Вот уже прямо так можно есть. Серьезно. Такой получается шикарный салат. Давайте оставим вот так. Чтобы закрывал края. А в серединку мы плюхнем салат. Так. Наш салат готов. Мы его выкладываем на тарелочку. Ох, какая бодейка получилась, а. Мне бы теперь главное положить так, чтобы все овощи попали. А не одни огурцы. Да, ну я думаю, что если вот решили греческого салата отведать, то это прям будет в самый раз. Вкусняшка такая получается. Эх. Маслинок, маслинок надо. Вообще, на самом деле, маслинки можно и потом класть. Вот так вот сверху. Выкладывать. Получится замечательно. Маслины. Потому что вот сыр мы точно так и будем делать. Мы будем его выкладывать опосля. Уже в готовое блюдо. И вот сюда, допустим. Отлично. Так. Сыр. Сыр выкладывается прямо сверху, однажды с крупными кусками. У меня это сербская брынза. Сюда же в греческий салат может подойти тофу. Если, допустим, вы вегетарианец, да. То есть веганам тофу подходит идеально. Он делается из сои. Самое то. Но я так себя к вегетарианцам-то особо не отношу. Поэтому можно использовать либо брынзу, либо фиту. Фета, фита. Я не знаю, насколько правильно. Лингвисты меня поправят. Открываем коробочку. Тоже. Только что из магазина. Свежак. Открывается прямо при вас. Ну-ка, что надо было в этой сербской брынзе? Запаковали. Слушай, так запаковано. Шикарно. Замучишься открывать. А нет, пошел дело. Кстати, ароматная штука. Ароматная. Ну что, я думаю, что я это нарежу прямо вот здесь. Вы можете достать, отрезать сколько надо. Я, чтобы не пачкался, прямо здесь порежу на куски. Вот половинку. Я думаю, хватит. Отлично. Встаем. Шинкуем на крупные куски. Обязательно на крупные. Потому что, если вы порежете мелко, или если, допустим, добавите, когда будете мешать, то у вас весь этот стиль превратится в кашу. Нам это не нужно. Поэтому режем в самом конце. Режем на крупные кусочки. Вот так вот. Еще на три части. Да. Вот это самое то. Отлично. Читаем, он даже переборщил с сыром. Все, у нас его девать никуда в таком количестве. Хотя у нас еще здесь равномерно распределится. Сыр, сырок, сырок, сырок. Вот оливки и вот этот сыр как можно сказать, сычужный или как, я не знаю, какое-то у него название есть у этого вида. Вот и брынзы, фиты. Вот оливки с таким сыром они как раз и создают вкус греческого салата неповторимого. Наши другие салаты, конечно, отличаются. Вернее, этот отличается от других салатов. Вот так вот. У нас вроде как все и вместилось. Отлично. Слушайте, у нас получился замечательный греческий салат. На самом деле, не так сложно делается. Просто много ингредиентов. Приходится много шинковать, много смешивать. На самом деле, ничего сложного. Такой салат можете приготовить сами буквально за 10-15 минут. Итак, вот такое блюдо у нас получилось. Отлично подходит как для повседневной еды, так и для праздничного стола. Греческий салат, дамы и господа, всем приятного аппетита, подписывайтесь на канал. Будет много интересного. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok